Приветствую вас, аноним. Я думаю, что ваша проблематика связана с несколькими важнейшими аспектами. Первый аспект это, конечно же, элемент любовной зависимости, потому как то, что вы описываете очень на то похоже, что у вас любовная зависимость от человека. И второе, это то, что вы как-то вот на свой счет, да, в контексте сравнивания, себя с другой девушкой, которую ваш парень выбрал, вот, вы сравниваете и на свой счет принимать то, что человек, ну, то, какое решение, да, человек принял и какой выбор он сделал. Вот, несмотря на то, что умом вроде бы вы и понимаете, что он имеет полное право это сделать. Тут, правда, есть один нюанс, на мой взгляд. Этот нюанс касается того факта, что человек вам ничего не сказал, что он с вами не поговорил, он с вами не пообщался, он избегал вас. Вот. То есть с его стороны тут тоже не все так гладко и очевидно, как могло бы быть или как, ну, как хотелось бы. Вот. Но и вы проявляли, проявляли, на мой взгляд, проявляете чрезмерную зависимость от человека. Вот. И мне, в общем-то, кажется, что в этом направлении вам нужно двигаться именно в этом направлении. Почему появилась любовная зависимость, причины любовной зависимости, да, они, в принципе, достаточно очевидны. Да, это страх одиночества, это нереализованность, это неуверенность в себе, вот, и некая идеализация человека, вот. Которая обусловлена, ну, вот, чем-то, да, чем-то, чем-то обусловлена идеализация человека. То есть вот почему-то он для вас настолько важен, что вы его так сильно переживаете, что и так сильно хотите его вернуть, что используете там магию и прочее, 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 прочее. Вот это все нуждается в корректировании. Это все нуждается в корректировке. И когда и если все это будет проработано, я думаю, что вам сразу же станет гораздо легче, вот. Но это, конечно, постепенно, постепенно произойдет, не сразу, вот. Ну, произойдет. Так или иначе. Опять же, обратите внимание на то, что вы не задаете вопрос. Ну, 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 никакого вопроса вы не задаете. Не очень понятно, чего вы хотите, чего вы хотите от психологов. То есть вы сравниваете себя, вы обоцениваете себя, вот. Вы завидуете этой девочке, вы считаете, что на месте этой девочки должны были быть вы, скорее всего. Вот. Вот. Что говорит о том, что вы чересчур вот чрезмерно в мужчине своем растворяли. Вот. Что касается идеи простить человека, чего вы решили, что вы, именно вы, та самая, что может прощать и его, и себя. Я бы, наверное, знаете как, я бы, наверное, сформулировал бы ситуацию, так, себя и тем более его. То есть почему вы считаете, что вы можете кого-то прощать и не можете кого-то прощать. Вот. Вот. Вот откуда это у вас идет. Да? Это очень важный, очень важный момент для понимания проблем. А, значит, как перестать жить жизнью других людей и начать строить свою жизнь, спрашиваете вы. Перестать обесценивать себя. Вы сейчас себя обесцениваете, вы сейчас себя ругаете. Вот. Вот. Знаете, вы сейчас что добавите в стыде, в самопичевании, а ведь ваша жизнь строится на ваших интересах, на ваших ценностях, на ваших чувствах. Вот. Вот. Вот вы говорите, что четыре года я пытался с ним встретиться и поговорить. Четыре года, ну и два года из этих четырех. Он был в армии. Так как? Применяла магу. Зачем? Потратила много денег. Пару дней назад он женился на девушке, которая стоит пару мест. С братом стал свидетелем, а они все очень тесно дружат. Мне неприятно это. Чем? Но я обижаться не могу, ведь каждый делает сам свой выбор. Возможно, обижаться вы не можете. Но даже волю своим чувствам, негативным, можете вполне. Здесь вы в своем праве. Я чувствую себя недостаточно хорошей. Для чего? Или чтобы что? Кто определяет аноним? Кто недостаточно хороший, а кто достаточно? Я чувствую, что мне предпочли другую. И эту девочку всем нравится. А по какой причине вы так позиционируете ситуацию? По какой причине вы говорите, что я чувствую, что мне предпочли другую? Или вы считаете, что отношения это соревнования? Эта девочка всем нравится, а я закрыта от всего. Что вы вкладываете в это выражение? Я закрыта от всего. Вы знаменитый человек? Я постоянно плачу горле ком на сердце тяжи. И кажется, что я просто не создан для счастья. Ну, если понимать счастье как, условно говоря, то да, я боюсь, что вы правы. Обязательное, так сказать, наличие кого-то еще, ну, вот в отношениях, да, если понимать счастье так, то да, я боюсь что вы правы. Для счастья вы не созданы просто потому, что вам нужно быть счастливой самой по себе. Вот. А не с обязательным условием наличия кого-то в вашей жизни. Да? Как бы. Вот. Следующий момент, который я хотел бы донести до вас, это момент, связанный, пожалуй, с тем, что... Вы говорите, я не создана для счастья. То есть вы перекладываете здесь ответственность как бы на других людей. за свое счастье. То есть для счастья вам, получается, кто-то нужен. Но это так не работает. То есть не работает это так, что вам для счастья кто-то нужен. Знаете, получается, что вам самой в жизни особо ничего не надо. И вы сами в жизни особо ничем не интересуетесь. И вот это один из ключевых моментов, которые вам необходимо для себя выделить, выявить. Понимаете? Какая штука? Дальше. Ну, что есть счастье, это... Отдельный разговор. Я навязывалась, применяла магию. Мне кажется, что я столько ошибок совершил, столько раз себя унизила. Теперь не могу простить у себя его за то, что он выбил другую. Вы не принимаете себя с такой, какая вы есть, по сути дела. И поскольку вы себя не принимаете с такой, какая вы есть, то логично, совершенно, что вы не можете простить никого, ни себя, ни человека. Так, если вы сосредоточитесь на том, чтобы принять себя, вот именно такой, какая вы есть, то я думаю, что будет более чем адекватно. Вот. Ну, вот так. Вы плачете сейчас. Почему вы плачете? Вам себя жаль. Почему вам себя жаль? Вопрос. Чего вам не хватает? Вопрос. Понимаете? Поэтому, позвольте себя сейчас, позвольте себе себя пожалеть. Вы увидите, что ничего плохого в этом нет. В том, чтобы, ну, в том, чтобы себя, чтобы себя пожалеть, чтобы себя жалеть. И жалость к себе, это и есть то чувство любви к самой себе, которой вам так не хватает. Оно вам необходимо. Без него, оно будет очень сложно. Без него вам будет тяжело. Я бы даже сказал. Вот. Такая ссора. Такой момент. Ну, такой момент. Над личностным смыслом обязательно нужно поработать над отношением и восприятием себя. Вот. Тут, скорее всего, детско-родительские отношения влияют, безусловно, тоже. Вот. Ну и со скважными чувствами и желаниями. Тоже обязательно нужно поработать. Вот. Вы молодец, что обратились за помощью, но это только первый шаг. Дальше уже. Следующий этап. Вот. Это этап и непосредственная работа. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго.